Кто первым в комментариях перечислит планеты нашей Солнечной системы, обязательно включая Плутон, Скорпионию, планету, я сама лично пойду отправлю на почту книгу эту. В следующем видео я обязательно назову победителя. Всем привет! Вы находитесь на канале Лена Самчук, и у нас заключительное видео на тему космоса, и это наша Солнечная система. Итак, Солнечная система находится в 28 тысячах световых лет от центра галактики. Один световой год соответствует расстоянию, которая проходит частица света со скоростью 300 тысяч километров в секунду за один год. В состав Солнечной системы входит 8 основных планет, которые в свою очередь делятся на земную группу и группу газовых гигантов, и 5 карликовых, самой крупной из которых является Плутон. Кстати, до 2006 года Плутон входил в группу основных планет, но потом его перевели в категорию малых тел Солнечной системы, потому что он маленький. Солнце. Центральное тело нашей Солнечной системы. Температура его 6 тысяч градусов, возраст 4,6 миллиарда лет. 8 минут 20 секунд – это то расстояние, за которое луч света добирается из своего источника к нам. Нам с вами кажется, что Солнце желтое, но на самом деле это не так, потому что, проходя через атмосферу Земли, солнечные лучи преломляются. Вместе со светом наше Солнце излучает мощнейшую радиацию. Она с вами от нее защищает магнитное поле Земли и атмосфера. Вот сейчас просто подумайте. На нашу центральную звезду приходится 99,84 сотых всей массы Солнечной системы. И лишь 16 сотых – это все остальное. Планеты, кометы, астероиды и так далее. По данным ученых, уже через несколько лет, ой, не сегодня, а завтра, простите. По данным ученых, уже через несколько миллиардов лет непрерывное увеличение солнечного излучения приведет к гибели Земли. Помните, я вам рассказывала, что туманность Андромеды должна с нами столкнуться примерно через несколько миллиардов лет? Так вот, неизвестно, что быстрее произойдет, понимаете? Благо нас не будет в это время, хотя не факт, не факт. Давайте пройдемся с вами по земной группе планет Солнечной системы. Самая маленькая и самая близкая к Солнцу – это Меркурий. Из-за своей близости к Солнцу она до сих пор остается труднодостижимой планетой для изучения. У Меркурия нету естественных спутников. Отличительная особенность – то, что у него огромные перепады температур на поверхности. От минус 180 до плюс 430 градусов примерно, представляете? Вторая планета от Солнца – это Венера. Ее еще иногда называют близнецом или сестрой нашей планеты. Потому что масса и размеры очень похожи с Землей. Названа она в честь богини любви Венеры. Наверное, поэтому она такая жаркая. Самая жаркая планета – 460 градусов. На Венере также идут дожди из серной кислоты. Кстати, Венера в астрологии – это женская планета. Поэтому, наверное, она такая жаркая, но при этом идут дожди из серной кислоты. Венера, как и Меркурий, не имеет естественных спутников. И это третий по яркости объект, наблюдаемый с Земли после Солнца и Луны. По Венере регулярно гуляют ветра. Максимальная зафиксированная скорость – 700 километров в час. Дальше у нас с вами Земля. Это наша планета. И, кстати, она крупнейшая в земной группе. Уникальные условия позволили здесь развиваться жизни. На Земле. Здесь. Мы с вами и есть жизнь. На самом деле, об этой планете мы знаем очень много, в отличие от остальных. Поэтому я рассказывать, в принципе, буду в следующих видео своих о том, что здесь происходит. Но я немножко хочу рассказать про Луну. Про единственный естественный спутник нашей Земли. Исследуем наш спутник достаточно хорошо. Первый отпечаток ноги, первый лунный вездеход уже имеются. Очень интересный факт. Нам кажется на небе, что Луна и Солнце примерно одинаковых размеров. Вы же понимаете, что это не так, я надеюсь. На самом деле, есть удивительная особенность. Луна меньше Солнца в 400 раз. Но, в свою очередь, Солнце в 400 раз дальше. Еще один интересный момент. Луна всегда к нам повернута одной стороной. Почему так происходит? На самом деле, это уникальная особенность спутников всех планет. Они не имеют собственной оси вращения. Они двигаются по оси вращения своей планеты. Поэтому к планете они обращены всегда одной стороной. Последняя планета земной группы – это Марс. Названа в честь бога войны Марса. Имеет два естественных спутника – Фобос и Деймон. Температура красной планеты около минус 60 градусов. Почему она называется красной планетой? Красной ее называют из-за большого содержания в грунте оксида железа. Особенностями поверхности рельефа Марса считают долины, вулканы, кратеры, пустыни. Это обладатель самой высокой горы. Называется она Олимп. Высота 26 километров, а диаметр 540. Вы просто представьте, что такое гора 540 километров диаметра. Вот бы в царь горы поиграть на этой планете. Гравитация на Марсе ниже в несколько раз, чем на Земле. Поэтому если вы сделаете, допустим, вы стоите на поверхности Марса и сделаете прыжок, то вы подпрыгнете в три раза выше. Знаете, вот такие ощущения у меня были во сне. Я не знаю, у вас были. Нет, дети меня сейчас поймут. Дети по-любому скакали во сне. Когда прыгаешь, и прыжок такой высокий. А сейчас сделайте глубокий вдох. Так вот, чтобы вам вдохнуть такое же количество кислорода, на Марсе придется сделать 14700 вдохов. Дальше у нас идет группа газовых гигантов. И крупнейшая планета Солнечной системы, еще и газовый гигант, это Юпитер. Самая известная деталь Юпитера, это большое красное пятно. Свободный, долгоживущий вихрь в атмосфере. У Юпитера естественных спутников около 80. У нас один, а у него 80. Представляете? Наглость какая, юпитерская. Один из которых, кстати, Европа называется, он претендует на обитаемость. Ученые считают, что под его ледяной поверхностью скрыты огромные запасы воды, которые превышают в два раза количество воды на Земле. И, кстати, Юпитер служит для нас своего рода щитом от комет. У Юпитера отсутствует твердая поверхность, температура его верхних слоев атмосферы минус 145 градусов примерно. Но к центру планеты она увеличивается. Следующий газовый гигант это Сатурн. Планета имеет не совсем шарообразную форму, в отличие от остальных. Потому что скорость ее вращения настолько велика, что она как бы сплющивает планета сама себя. Представляете? Скорость ветра, максимально зафиксированная на планете, 1800 км в час. Планета славится своими кольцами, которые, кстати, у всех газовых гигантов есть система колец. Но только у Сатурна можно наблюдать кольца в любительский телескоп. Сатурн тоже имеет 62 естественных спутника. Тоже имеется в виду, что два из которых, Титан и Энцелад, претендуют на обитаемость. Предпоследняя планета Солнечной системы это Уран. Самой интересной и странной его особенностью является наклон его оси вращения. Он как бы немного повернут вниз головой. И можно сказать, что лежит на боку, отдыхает. В отличие от других планет, которые работают, Уран отдыхает, у нас лежит. Тоже мне, знаете ли. Атмосфера Урана самая холодная, минус 224 градуса. Уран имеет 27 спутников. Уникальны они тем, что названы в честь персонажей произведений Шекспира и Александра Поупа. Последняя планета Солнечной системы и самый маленький газовый гигант, вот такой, это Нептун. Их, кстати, с Ураном выделяют еще в отдельную категорию. Категорию ледяные гиганты. У Нептуна 14 естественных спутников. И это, кстати, единственная планета, открытая математическим путем, а не благодаря телескопу. Температура этой планеты минус 221 градус. И еще одна интересная особенность. На Уране и на Нептуне идут дожди из-за алмазов. Это уже доказано, кстати. Отправляются туда, садитесь. Я обещала немножко рассказать о гравитации. Вы знаете, до сих пор она до конца не изучена, как и антигравитация. Поэтому давайте коротко скажу в трех словах, чтобы было понятно. Любой. Вот сейчас внимательно меня слушаем, дети. Любой физический объект, обладающий массой, притягивает к себе все остальные тела. А это и есть эффект гравитации. Гравитация описывается общей теорией относительности Альберта Эйнштейна. Если бы не было гравитации, мы бы сейчас с вами отправились в космическое пространство. Наши кости бы очень быстро постарели. Мышцы бы атрофировались. А органы перестали бы работать в нормальном режиме. На этой позитивной ноте я хочу закончить это видео. Шутка. Давайте еще немножко расскажу про нашу Луну. Про Луну. Немножечко про Луну. И все. И свободный. А ну и конкурс, само собой. Наша Луна влияет на Землю и ее обитателей. Спутник Земли своим притяжением поднимает океанские воды, тем самым вызывая приливы и отливы. Гравитация нашего спутника воздействует на органы и кровеносную систему. И даже человеческая психика испытывает давление. Причем интенсивность этого влияния зависит от фаз Луны. Это, что мы знаем, новолуние, полнолуние, когда просыпаются оборотни и вампиры. Набывающая, растущая. Это хорошо описывает астрология. И я думаю, такая тема обязательно у нас с вами будет. Дорогие друзья, я благодарю вас за внимание. Обязательно подписываемся, ставим лайки. Не жалеем, не жалеем. И, конечно же, конкурс. Эта книга отправится тому, кто напишет наиболее интересный комментарий. Оценивать будете вы сами. Я вас прошу, ну почитайте вы комментарии, ну проставьте лайки самым интересным, а. И эта книга отправится именно туда. Там, кстати, дети пишут, поэтому не скупитесь, не скупитесь на лайки. Победителя я назову в начале следующего видео. А следующий блог, кстати, у нас будет кухня. Вообще в целом кухня, что это? Очень интересные и полезные. Надеюсь, вам понравится. До новых встреч! Пока-пока!